Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об отражении осознания себя, как Бога и семьи. «Ибо кто будет исполнять болью Божью, тот мне брат и сестра и матерь». Такими прекрасными словами «Нас встречает Иисус». Истинное братство не требует, чтобы индивидуум любил маски членам своих собратьев, но нужно, чтобы он видел за многими масками единственную реальность и их собственную богоидентичность, божество, которое дало часть себя каждому, но осталось изолированным, как божество. Стимулирует в каждом человеке желание проявить всю полноту жизни, которая находится за завесой внешнего сознания. Маска – человек, которого нужно отделить, чтобы выявить божество. Но божество такое могущественное, что она делает маску красивой и удивительной, поэтому мы иногда не хотим снимать маску, не понимая, что её красота божественна. Фактически весь свет, который мы имеем, привлекательность и красота божественны. И если мы хотим приписать это маске внешним достижениям человеку, как делают многие, мы обнаружим, что мы не живём в том, чем мы являемся на самом деле. В книге «Утерянные учения Иисуса» мы подходим к удалению маски человека и осознанию божественного Я. Во-первых, если мы хотим снять маску, нам приходится снимать маску с чего-то. Из чего же мы хотим удалить маску? В таком случае мы должны понять, что есть что-то реальное в нас, и есть также что-то, что нереальное в нас. И чем быстрее мы обнаружим и признаем это, и научимся понимать разницу, тем быстрее мы добьёмся успеха в свете. Почему важно, чтобы мы знали разницу? Это важно, потому что в противном случае мы будем кормить маску, а настоящий человек останется голодным. Рано или поздно мы столкнёмся с той самой маской, которую мы создали, только она будет на чем-то другом лице. Таким образом работает закон. Подобное притягивает подобное, и тогда в карикатурных масках других вы начинаете узнавать некоторые своих эксцентрических масок, ибо вы знаете, что не можете увидеть себя в зеркале таким, каким вы являетесь на самом деле. Даже если маска нереальна, вы не можете сказать, «О, она нереальна!» отвернуться от неё и игнорировать её. Но есть одна вещь, которую вы можете сделать, вы можете посмеяться над ней, ибо если мы сможем смеяться над собой, мы действительно сможем разбить лёд этой замёрзшей энергетической завесы, которая мешает нам увидеть наше реальное «Я». Есть ещё одна важная сторона вопроса. Она заключается в том, что божественное творение, совершенное творение Бога, нуждается в том, чтобы маску сняли. Дело в том, что мы высмеиваем человеческое эго, которое во многих случаях служило нам хорошо и помогало нам обнаружить много прекрасного в нас, потому что эго не обязательно плохое. В начальных стадиях развития идентичности это выражало волю, которую нужно было явить, и это должно обладать чувством достоинства, чтобы выразить ту волю, пока душа сама не достигнет силы и желания самосовершенствования. И только тогда божественное эго, притянутое желанием души жить, побеждает меньшее «Я», ибо для сохранения сознания конечного в этом меньшем «Я» нет необходимости. Когда человеческое эго становится слишком непоколебимым, слишком сосредоточенным на своих делах, настолько, что становится отвердевшим во времени, оно не движется ни вправо, ни влево, и эта непоколебимость становится кульминационной точкой, фактически единственным шансом выжить в этой ситуации является смещение этого эго божественной нитью накала существа. Мы можем достичь момента в нашей жизни, когда всё становится очень хрупким, и к этому легко прийти. И в этом процессе взросления, который должен быть процессом облагораживания, мы иногда теряем видение цели, то есть мы теряем наше равновесие и нашу перспективу, и тогда мы теряем путь. Когда мы приходим к точке, где мы желаем сорвать маску, это не значит унизить себя, это значит избавиться от иллюзии о чём-то, о себе или о ком-то ещё. Так важно для нас знать, что, срывая свою маску, мы обнаруживаем реальное Я, то, что нам приходится сделать, снять маску с божественного присутствия, явить божественное, которое сияет сквозь маску. Поймите, что ваше богоприсутствие обладает всеми качествами мудрости, всеми качествами сострадания, всеми качествами мира, всеми качествами Христа Победы, всеми качествами, которые нужны вам для вознесения. Если вы будете напоминать себе, что эти качества присутствуют в пламени Бога, если вы это запомните, этот человек, эта маска, которую вы видите, просто исчезнет. Вам даже не нужно будет снимать эту маску, потому что она исчезнет сама, ее заменят духовные цветы, которые вырастут в вашем сердце. Правильный союз. Когда люди будут воспринимать друг друга как выражение божественного сознания, зеркальное отражение собственного божественного самосознания, они больше не будут сбиты с толку искажениями, пороками, которыми люди исказили божественный образ, оставаясь равнодушными к неустойчивости эфемерного малого я, которое приобрело временную силу, сын Бога, который будет целителем человечества и катализатором истинного братства, видит только непоколебимую идентичность своих братьев и сестер. Он знает, что эта идентичность охраняется и благословляется разумом Бога. Он знает, что реально в его собратьях и обращает внимание только на истину реальной идентичности, а не на деятельность смертного. Эта истина освобождает его, и он входит в общение с Богом, что в конце концов приводит к братству. Мужчины и женщины не должны поддерживать связи с теми, кто твердо встал на путь, ведущий вниз. Хотя Иисус, как известно, общался с мытарями и грешниками, он стремился освободить их души. Но если в отношениях людей нет взаимного подъема, сознания или желания помочь тем, кто не на пути, лучше избегать их. Тем, кто стремится к истинному братству, следует общаться с людьми свободными от критики, осуждения своих собратьев, с теми, кто не выставляет на показ свое эго и эгоцентрические идеи, следует общаться со скромными мужчинами и женщинами, которые обладают священной мудростью Бога, дорогим сокровищем. Им следует также приобрести это сокровище, зная, что, поступая так, все другие сокровища жизни в конце концов приложатся. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Такими прекрасными словами Иисуса мы заканчиваем рассказ. Я с вами на этом прощаюсь и говорю до новых встреч. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok